Из-за угрозы распространения коронавируса, многие компании сегодня переходят в режим удаленной работы. Как сообщают проверенные источники, на удаленку уже перешло около 70% компаний. Большинство из них находится в Москве. Связано это с тем, что столица является деловым центром страны, в котором сосредоточено большее количество бизнеса, работающего даже в обычном режиме. И хотя возможность работать дистанционно появилась уже давно, именно сейчас это актуально как никогда. Удаленная работа – это действительно хорошая возможность не прерывать рабочий процесс и не рисковать безопасностью сотрудников. Как правильно организовать удаленку? Итак, чтобы работа на дому действительно была эффективной, работодателю нужно решить несколько первоочередных задач. Прежде всего, обеспечить сотрудникам необходимой техникой для работы на дому. Возможно, будет достаточно офисного оборудования, которое временно можно будет использовать для дистанционной работы, а может быть понадобится новое приобретение. Продумайте также график работы. Есть ли необходимость присутствия компании онлайн в течение привычного рабочего дня? Или каждый отдел и даже отдельно взятый сотрудник может работать по собственному графику? Выберите способы коммуникации с работниками, а также каким образом будет осуществляться текущая проверка работы. Это могут быть как всем привычные мессенджеры, так и онлайн-сервисы для проведения видеоконференций. Важный момент – из-за вынужденного перехода многих компаний на онлайн-формат нагрузка на интернет стала в разы выше. Этот фактор также необходимо учитывать, планируя удаленную работу. Несмотря на неиспоримые преимущества удаленной работе, немало подводных камней. Поддерживать дисциплину в онлайн-коллективе непросто, но вполне возможно. Прежде всего необходимо находиться в системе. К примеру, составление планов на день и отчет за прошедший день не займут много времени. Всего 15 минут, и перед коллективом поставлены четкие задачи, подведены итоги и проделана работа над ошибками. Кроме того, работодателю не стоит забывать держать руку на пульсе не только рабочего процесса, но и быть в курсе других фактов жизни сотрудников. Плохое самочувствие, наличие маленьких детей, за которым необходим присмотр, волнение за пожилых родителей. Без понимания этой ситуации решить проблему не получится. Не стоит также забывать, что для многих сотрудников переход в режиме удаленки может стать стрессом. Далеко не каждому будет удобно работать вдали от коллектива. Кстати, как свидетельствует статистика, процент тех, кто сейчас перешел на удаленную работу, и доволен этим относительно небольшой. Только около 30% работников на вынужденной удаленке чувствует себя комфортно. Удаленную работу требует от сотрудника высокой степени самоорганизованности и мотивации. Если ваша компания перешла на такой формат, не спешите огорчаться. Весь период мировой нестабильности вы сохранили свое рабочее место. Увы, не всем так повезло. А теперь несколько советов удаленным сотрудникам. Дома и так сложно настроиться на работу. Но сидя за столом это сделать проще, чем лежа на диване. Старайтесь не отвлекаться по любому поводу. Не бежать через каждые 10 минут к коту или к холодильнику. Установите себя перерывом и придерживайтесь этого графика. Не стоит забывать и о внешнем виде, так как видеоконференции и онлайн-переговоры с руководством могут возникнуть достаточно внезапно. Согласитесь, будет неловко общаться с деловыми партнерами, сидя в халате. Заручитесь поддержками родных, проживающих с вами на одной жилплощади. Ознакомьте их с графиком вашей работы. Объясните, что несмотря на то, что вы находитесь дома, вы все равно работаете и не можете играть дни или заниматься домашними делами. Удаленная работа – это всегда испытание. Но при правильной организации труда, заинтересованности как работодателя, так и сотрудников, эту ситуацию можно обернуть в пользу своему бизнесу. Только от вас зависит судьба вашей компании, сможете ли вы извлечь выгоду или, наоборот, понесете убытки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...